Я вам признаюсь, я до сих пор не могу понять, за что Бог меня любит. И читая, конечно, Писание, удивляясь тому Божьему замыслу, мы сегодня, вчера, позавчера слышали эти чудесные слова Божьи, благие слова, которые нас согревают своей любовью, это Божье Слово. Когда читаешь Писание, удивляешься, Боже, Твоя любовь безусловная. Его природа, Божья природа, любовь, Он любит. Я, когда ее встретил первый раз сознательно, так, в 17-летнем возрасте, конечно, его святость обнаружила мою греховность, но его любовь, она прощала. Она меня пронизывала. И без слов я понимал, я люблю Тебя. Оглядываясь назад, я вспоминаю, думаю, Боже, Ты видел меня тогда, когда никто не видел, когда я там тонул, я был на том дне, когда я к Тебе обращался. Ты в своем предведении, Ты знал, что я откликнусь на Твой призыв, что я сознательно пойду за Тобой, что я буду Тебе служить. И Ты мне тогда явил милость, послал того пловца, который черганул меня ногой. Я поймал эту ногу и остался жив. Друзья, Богу служить для нас привилегия. Я просто, я даже не представляю, если бы не Бог. Даже не представляю. Местописание, которое хотел бы вам предложить сегодня, это Первое постание Петра 3, 15. Итак, Первое постание Петра, 3 глава, 15 стих. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением». Я хотел бы коснуться нескольких составляющих этого текста. Первое – это познание. Каким Он мне открылся, каким я знаю Господа. Друзья, таким я буду Его и проповедовать. Я таким буду Его представлять. То откровение, которое пришло в твою жизнь, в твой дух, кем Он открылся для тебя. Был ли ты на Голгофе, видел ли ты страдания Христа, был ли ты свидетелем Его казни, Его распятия. Когда я в духе увидел, что происходило там на Голгофе, на этом лобном месте, когда я в духе вдруг увидел, читая Писание, я увидел, как воины хватали этих разбойников и силой, силой ложили на кресты и прибивали гвоздями этих двух разбойников. Но это третий – Агнец Божий. Я видел Его в духе, в сердце. Он пришел, добровольно лег на крест. И один из воинов нашел. Без всякого сопротивления. Он забивал ему гвозди. Была боль. А затем мы вознесли. И он висел. И взор был пола любви. Когда однажды в жизни моей я потерпел кораблекрушение в вере, я тогда не понимал, почему Бог меня оставил во время проповеди. Я пришел домой разбитый. Я закрылся в своей комнате, я просто открыл сердце и сказал, Бог, я больше Тебе не могу служить, у меня нету силы. Я не знаю, почему Ты оставил меня. Я так искренне Богу говорил. Что бы ни происходило в твоей жизни, Божий человек, оставайся искренним. С Богом можно говорить обо всем. Друзья могут не понять. Близкие могут не понять. Даже жена может не понять. Муж может не понять. Но он понимает все и всех. Аллилуйя. И когда я так искренне Богу говорил, я был обессилен. Ощущение было, как будто ты как стеклянный сосуд, которого просто уронили на бетонный пол. То, что я испытал. И вдруг Дух Святой меня коснулся. И я увидел Голгофу. Я увидел крест. Так недалеко. Вот примерно как этот столб. И висит Христос на кресте. И меня вдруг наполнила опять радость. Сила сошла на меня. И это видение исчезло. И я обновился. Я стал благодарить Бога. Я стал прославлять Господа. Друзья, Он заместитель мой. Я должен был умирать. Но Он взял мои грехи на себя. Он взял болезни и немощи мои на себя. И пошел добровольно умер. Аллилуйя. Аллилуйя. Веришь ли ты этому? Скажи. Аминь. И Он не только умер, Он воскрес для нашего оправдания. Для моего оправдания. В послании к римлянам есть в восьмой главе такой потрясающий стих. Написано, кого Он предопределил тех и призвал. А кого призвал тех и оправдал. Благая вещь заключается в том, что нужно сказать, провозносить, что, друг, встречаешь ты человека на пути. Друг, Бог призывает тебя, знаешь, для чего? Для чего? Чтобы тебя оправдать. У Него есть средство оправдания. Его кровь пролита на Голговском кресте. Это Он сегодня провозглашает нам свободу. Когда этот известный шахматист, который пришел в картину галереи, он увидел полотно. Там была шахматная доска нарисована и описана. Его интересовало положение на доске. Он увидел, да, положение серьезное. Один следует ход и затем мат. С одной стороны сидел молодой человек. Он был бледный, пот на лице его выступал. Ему оставалось сделать только один ход. Напротив сидел дьявол и злорадно ухмылялся. Еще очередная жертва. И он увидел положение на доске, он понял, что проигрыш, следует мат. И вдруг он увидел себя в этой игре с дьяволом. Только шагов оставалось немножко больше. Он там на колене склонился и сказал, Боже, помилуй. И появился вдруг Иисус и взял партию, расстроил. И дьявол только отодвинулся от этой доски и ничем не мог возразить ему. Друзья, как бы твоя жизнь не была запутана, на какой бы ты, на каком бы ходу твоей жизни с дьяволом, с грехом ты не находился. Если ты обращаешься к Иисусу и говоришь, Господи, спаси меня. Он придет, расстроит эту партию. И он, Библия говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не просто, Господи, помоги, а я потом дальше иду. Вот почему написано, когда Иисус узнал, что нечаянно хотят прийти его и сделать царем, он удалился. Вот почему иногда Бог не отвечает на некоторые просьбы, на те, которые судьбы обращаются. Говорят, почему я к Богу обращался, он мне не помог. Ты его нечаянно хотел сделать, случайно сделать его своим царем на какой-то момент жизни. Он знает твое сердце. Если у тебя в сердце, там глубоко есть что-то, и ты находясь даже здесь, на конференции, воспринимаешь все нормально, на аминь. Да, слава Господу, аллилуйя, все хорошо. Но если там в твоем сердце есть замысел, есть мысль, которую дьявол вдруг закинул, когда ему удается это посеять? Тогда, когда люди спали, пришел человек, враг, и посеял плевелы. Вот тогда, когда человек не бодрствует. Это момент, когда он врагу дается, забросит что-то в твое сердце. Не тогда, когда ты в Духе Святом, когда ты в присутствии Бога находишься, и ты восхваляешь его, ты соединяешься с ним. Когда ты ему поклоняешься. Нет. Он выбирает момент твоего небодрствования. Когда ты расслабляешься. Когда мысли начинают приходить, и ты их не отражаешь, и вдруг туда закидывается семя. Поэтому будь открыты. Кто он для тебя? Кто он для тебя? Господа Бога, святите в сердцах ваших. Мы храм живущего Святого Духа. Мы не можем себе позволить все, что я хочу. Чтобы каждый из вас сумел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Нам не все можно. Апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. А он понимал, о чем он говорит. Некоторые себе позволяют. А ладно, а что здесь такого? И вдруг присутствие Божие покидает. Огорчаешь Дух Святой. Запомни первое, против чего ты согрешаешь, против кого? Когда ты себе что-то допускаешь греховное, ты огорчаешь Святой Дух. Может это послышится грубо, но я хочу сказать. Шестая глава послания к евреям. Там написано, невозможно отпадших опять обновлять покаянием, когда они в себе распинают Сына Божьего и ругаются Ему. Ты скажешь, ой, это грубо. Да, Христос в нас упование славы. Запомни. Если ты позволяешь греху входить в твою жизнь, в твое сердце, если ты сознательно начинаешь грешить грехи, как воины, они начинают наносить опять боль, опять причинять что-то неприятное к Господу, которое в тебе. Не делай в себе, не открывай в себе голгофы, чтобы эти воины, эти грехи, они не распинали в тебе, Сына Божьего. Может быть поздно. Отпадших опять обновлять покаянием невозможно. Ты скажешь, да, я огорчил Духа Святого, что нужно делать? Нужно каяться. Нужно отрекаться. У вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Друзья, если в нас не будут открываться чувствования, какие во Христе Иисусе, я говорю о духовной зрелости, когда не я, а Он во мне. Ему должно расти, а мне умоляться. Господи, помоги нам об этом молиться каждый день. Помните. Это не просто четыре раза в Новом Завете написано о кресте, не о Христовом кресте, а о моем кресте, о твоем кресте. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Для чего крест? Для того, чтобы ты мог распинать вот те же желания, которые появляются, поднимаются на тебя, плотские похоти, восстающие на душу. Вот это распинать надо, чтобы ты мог Господа светить в своем сердце. Вторая составляющая – это готовность. Тогда, когда ты светишь Господа в своем сердце. Я увидел, что это взаимосвязано. Взаимосвязано, когда ты светишь Господа, когда ты в духе. Тогда ты имеешь, что сказать. Что сказать, что ответить требующему у тебя отчета в твоем уповании. Молодежь, наблюдайте за собой, когда в церковь, где вы находитесь, где вы посещаете, приходят внешние люди, посторонние люди. Не нужно им рассказывать сразу обо всех все. Не нужно рассказывать, кем кто был. Пусть они сами о себе расскажут. Вот апостол Великий Петр говорит, что всякому требующему отчет в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. То, что касается твоего упования, дай отчет. Особенно я говорю о внешних людях, которые интересуются. Не нужно рассказывать. А это, ты знаешь, что это? Это бывший наркоман. Он не будет уже проповедь слышать. Он будет смотреть на его, как на наркомана. А это, не нужно этого делать. Вообще, нас раньше немножко братья так держали и учили, знаете, каким вещам. Конечно, я понимаю, сегодня свобода. Это может все перестать быть. Когда задавали, кто у вас пастор. Придите, посмотрите. Будьте мудрые. Когда вас задают вопрос о церкви. А как там у вас сборы там делают? А как у вас там служение проходит? Два слова можно сказать. Пойди и посмотри. Пойди и посмотри. Есть любопытные, которые никогда не захотят прийти. Поэтому, знаете что? Будьте мужественны и твердые. Вчера об этом брат Павел очень, очень хорошо говорил. Когда Господь светится в сердце, тогда есть ответ в своем уповании. Очень хороший пример. Это четвертая книга царств. Очень хороший пример. Пятая глава. Вы уже догадываетесь. Конечно, вы знаете, знающие писание. Маленькая девочка, которая здесь написана, попала в плен. Даже имя ее неизвестно. Вот потрясающе, наверное. Да, ты можешь себе сказать, да, это уже маленькая девочка. Великие дела Бог может через тебя сделать. Великие дела. В плену находится. Она все еще Господа светит в своем сердце. У нее все еще желание сказать правду. Пусть даже враги и сириане не знают, что есть Бог в Израиле. Она увидела своего господина. Да, он был отличным воином. Написано не иман, но прокаженый. И она своей госпоже говорит, если бы он узнал, что есть пророк в Израиле. Находясь в плену, она в вере ходит. Маленькая девочка. А не написано, маленькая девочка. Не взрослая даже. О, мне 17 лет. Конечно, уже вот-вот. Серьезные вопросы предстоит решать. Как насчет веры в сердце? Как насчет готовности ответ давать? Отчет своему упованию? Не стыдишься ли ты Господа? Не стесняешься ли Его? Это очень серьезно. Кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую перед Отцом и перед Ангелом. Я думал, это в заоблачном краю будет, когда я приду в небеса. Да, вот будет исповедовать мое имя. Я узнал через личное откровение. Я узнал, что тогда, когда я исповедую Его имя, здесь на земле, мое имя, в этот момент исповедует там, на небесах, друзья. Вот почему приходит благодать. Вот почему ты иногда слушаешь себя со стороны, когда ты просто с кем-то говоришь, и через тебя что-то льется. Такое прекрасно, что ты сам восхищаешься. Ты Божий сосуд в употреблении, когда ты исповедуешь пред людьми. Она исповедовала. И этот Нейман откликнулся на этот призыв. Представьте себе. Откликнулся, он поехал. Подарков набрал. Что удивительно. Когда он приехал к царю, потом царь его отправил к Елисею. Потому что Елисей сказал, зачем ты разобрал одежды свои? Пусть он придет ко мне. И интересно, что Елисей не вышел к нему. Он послал свою слугу со словом. Друзья, не всем открывается Господь. Не всем Он является. Да, есть люди, которым Он являлся. Но в основном Он передает свое послание, свою волю через своих рабов, через своих служителей. Он говорит, пойди, скажи. Ты идешь и передаешь слово. И кто-то принимает в простоте, а кто-то подобно Нейману. Разгневаться может. О, я думал. Не совпадает с моей схемой, которая у меня была в уме. Но когда там и к нему подошли, сказали, слушай, господин, отец, если бы он что-то великое сказал, ты разве бы не сделал? Это мало. Семь раз окунуться. Это настоящие друзья, которые были там рядом с ним. Кто-то бы сказал, да, действительно, уезжаем. Реки Фарфары, Аван, они чище. Вот это Киордана. И семь раз окунается. Семь раз. И тело сделалось, как у младенца. Что испытывал Нейман в этот момент? Бог стал с ним работать, с его сердцем. Вы знаете, Божья благодать, друзья, она не только спасающая, спасает от власти греха, она еще и научающая. И здесь очень хорошо показано в этой пятой главе этот интересный момент, когда он возвращается назад, он возвращается. И теперь Елисей к нему выходит сам навстречу. И представьте, что в сердце Неймана происходит. Он возьми, он там подарки предлагает. Возьми дар. Он говорит, а Елисей видит. Елисей Божий человек, у которого открыты глаза. Он видит, что Бог сейчас имеет дело с сердцем этого человека. Елисей знает, что сейчас в его сердце происходит этот процесс становления. Что он поедет миссионером в свою страну. И он понимает, ничего нельзя, не надо брать, ничего. Пусть он сформируется. И Гиези рядом стоит. Он по-другому смотрит. И тогда, когда Елисей сказал, нет, жив Господь, нет, ничего не возьму. Тогда он говорит, позволь рабу твоему взять земли. Сколько снесу два лошака. Зачем тебе земля? Он планировал привезти ее, разослать. И на этой земле поклоняться Богу. И поехал. Бог работал могущественно в сердце этого человека. потому что он сказал больше раб не будет поклоняться другим богам. Только в одном да простит, когда Бог раба твоего, когда я войду с господином своим в дом ремонта Бога его, и он обобрется на мою руку, и я тоже поклонюсь, все он да простит, Бог раба твоего. он понимает, что больше он никакому не будет поклоняться, кроме Господа. Друзья, поехал. Да, ошибка там гейзия была. Не просто ошибка, это его бесславие было, когда вернулось, эта проказа возвратилась. мы идем к молитве. Господа Бога осветите в сердцах ваших, будьте всегда готовы, всегда готовы всякому требующему вас отчета, вашему пованию дадут ответ скротностью и благоговением. Благослови нас, Господь. Молимся. Он зовет тебя к себе. Дух Святой касается твоего сердца. Ты до этого стоял на распутьях и думал, идти мне или не идея. Ты приехал сюда, чтобы вновь показать себя, посмотреть, посмотреть по сторонам. Есть ли ищущий, есть ли любящий. Он здесь. Ищущий, любящий, зовущий. Он любит тебя. Он любит тебя, смотря ни на что. Ты не скупал, никто не знает. Он зовет тебя к себе, чтобы оправдать. Оправдать. кто желает свою жизнь посвятить Иисусу, Господу славой. Проходите сюда вперед. Проходи смелее. Смелее Он зовет тебя. Он зовет тебя к себе. Он любит тебя. Он хочет наполнить твою жизнь с собой. Счастливый человек ты. Ты успел. Кто-то не успел. Кто-то назначил свой час покаяния на 10 часов, но в 9 часов пришла гостья с косой и оборвалась жизнь. Когда мы об этом узнаем, мы только рыдаем мы говорим, Господь, как так? Он говорит, они не хотели. Они условное время не узнали. Время посещения. Время посещения твоего. Когда приходит Дух Святой, знаете, что Он делает? Узы греха снабивает. Вот почему приходит покаяние. Бог дает покаяние. Узы греха ослабевают. Ты чувствуешь, что грех оставляет тебя. Да, Он оставляет, Он сейчас отходит дальше от тебя. Ты сейчас свободой становишься, ну знай. Он вернется, как только ты выйдешь за палатку, Он опять придет, вернется к тебе и станет еще теснее тебя давить. Не обманись, не обманись. Поспеши. Поспеши. Во имя Иисуса поспеши, друзья, в духе продолжайте молиться.